Ну а на водных объектах республики стартовала масштабная межведомственная акция «Безопасный лёд». В течение этой недели подразделения МЧС совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями усилят работу среди населения по правилам пребывания на льду. Виталий Абрамов подробнее. Хроническая проблема. Так, вдув в словах о ситуации с несанкционированными выездами на лёд на зелёном лугу, говорят те, кто к этой ситуации имеет непосредственное отношение. В этот раз буквально за пару минут были остановлены около пяти машин, в том числе и большие грузы с 25 тоннами песка. На территории города Якутска действуют три ледовые переправы, официально действующие. Это по направлению Якутс-Нижний Бестяк, Хатаса-Павов и Конгласа-Соттинцы. На территории Зелёного луга, на 202-м микрорайоне, это место является несанкционированным. Как оказалось, водители самосвала ввозят песок с карьера на островах. И таким образом пытаются срезать путь. Но выезд на лёд стал их наименьшей проблемой. Сразу у двух водителей не оказалось собой прав. За отсутствие водительского удостоверения, если отсутствует при себе штраф, тоже налагается на данных граждан. Транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку. Коллеги задержанных тут же, не доезжая до нас, начали разворачиваться и уезжать обратно. Тем временем остановили буханку с непристёгнутым малолетним ребёнком. Если у водителя есть пассажиры, то обязательно проверяется лицензия на такси. В прошлом месяце был выявлен такой гражданин, гражданин Н, который перевозил, осуществлял перевозку пассажиров без лицензии, ну и без права на это осуществление. Таким образом, любой водитель, выехавший несанкционированно на лёд, получает целый пакет штрафов, среди которых один обязательный. Досмотрен административный штраф на физических лиц от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона. Такие рейды продолжатся как минимум ещё два месяца, пока зимники будут востребованы. Тем временем спасательные службы напоминают об официально открытых трёх ледовых переправах близ Якутска. Это через Хатасы, Даркалах и Соттинцы. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. В преддверии Международного дня гражданской обороны и Дня защитника Отечества служба спасения Якутии провела день открытых дверей. Спасатели продемонстрировали школьникам свою технику и снаряжение, обучили ребят правилам оказания первой помощи и провели показательное деблокирование пострадавшего при ДТП. Кроме того, руководство службы осмотрело готовность личного состава к реагированию на ЧАЭС. В проверке подверглось и личное снаряжение, время подготовки к оперативному выезду к месту возможного ЧП. Сегодня мы провели строевой осмотр наших сил в преддверии Дня гражданской обороны, Международного дня гражданской обороны и в преддверии у нас работ по паводку. Это штатная проверка. В общем, я удовлетворен тем состоянием готовности. Служба готова к действию.